Мы продолжаем рассказывать вам про новости индустрии. Вчера мы сделали новостной выпуск, где подробно рассказали про новый громкий конфликт на просторах сети между Министерством Правды, Литвины и его товарищем, стримером и блогером Равшаном. Но было очевидно, что весь этот биф просто так не закончится. И он не закончился. Правда, развитие это противостояние получило в весьма неожиданном ключе. Асхаб Тамаев, на которого автор канала Министерства Правды также делал разоблачение, на весь интернет раскрыл личность и другие данные ведущего Министерства Правды, а также записал его извинения на камеру. И, кажется, тут была целая спецоперация, о которой мы сегодня и расскажем. Поговорим и о других новостях индустрии, например, про новые зарубежные коннекты Кай Энджела и Найн Майса, а также про скандал вокруг глюкозы. Что ж, приступим. Но перед тем, как мы начнем, хочется посоветовать вам крутую вещь. Hustle.rf – это магазин крутых кроссовок и одежды по самым вкусным ценам. В ассортименте более 3000 моделей кроссовок. И все в наличии. На сайте только реальные отзывы покупателей магазина, которые можно проверить. Удобное оформление заказа и отзывчивая поддержка профессионально помогут подобрать правильный размер. А самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для наших подписчиков действует промокод BPM, дающий скидку аж 40%. Заходи на проверенный магазин и убедись сам. Ссылка в описании под видео. Ну а мы начинаем. Поехали! Напомним суть конфликта, который мы описывали вчера. На канале Министерства правды вышел ролик, посвященный новому конкурсу от Литвина. Там Михаил обещает разыграть 10 автомобилей BMW M4, суммарная стоимость которых приближается к 130 миллионам рублей. При этом канал Министерства правды, приводя доказательства, утверждает, что в наличии этих автомобилей у Литвина нет. И все то, что можно увидеть в его роликах по поводу этого конкурса – это арендованные машины. Поэтому они взяли самую дешевую пленку по принципу оклейки такси. Итого получается, что Литвин и его команда берут 10 машин у частных владельцев перекупов автосалонов по прокату, заклеивают все в одинаковую пленку, снимают рилз и отдают всем машины обратно, раскидав за это бабки. Конфликт разросся и на близких к Литвину блогеров. Первым на подобное разоблачение ответил стример и блогер Равшан. С ним у автора канала Министерства правды прошел совместный стрим, но случилось куда более резонансное событие. Другой весьма известный блогер Асхаб Тамаев сделал серьезное заявление, в котором появилась и личность ведущего канала Министерства правды. Знаете его? Посмотрите хорошо. Многие его знают по каналу Министерства правды, где он снимает разоблачения про блогеров, включая меня. Я не против формата разоблачения и не возражаю, если это касается меня, поскольку мне нечего скрывать. Однако я категорически против, когда таких видео лгут и очерняю репутацию блогера, придумывая факты. В крайнем своем ролике Астемир, ведущий Министерства правды, про меня заявил множество ложных фактов. Он заявляет о том, что с ним связались представители правительства Чеченской Республики, и что у него есть информация о моем вызове на разговор, в котором он будет принимать участие и регулировать вопрос. Также он заявил, что у меня в Чечне забрали земельные участки, дома, квартиры, чтобы меня наказать. Это полная ложь, придуманная ради хайпа. И весь его контент, который он производит, это его фантазия, не основана на фактах. И, понятное дело, после выхода этого ролика, Астемир, Министерство правды, будет утверждать, что это не он. Но про него мне информацию скинули доверенные источники. Если в своих роликах Астемир допускал бы незначительные искажения или преувеличения, мне было бы все равно. Но он зашел слишком далеко, выставляя меня в плохом свете и очерняя сотрудников Чеченской Республики. Я прошу сотрудников правоохранительных органов обратить внимание на этот вопрос и рассмотреть деятельность канала Министерства правды. Своих роликах полностью лжи, шантажа, астемир вымогает деньги у блогеров. У меня есть доказательство, когда он брал деньги за удаление постового себя в телеграм-канале. Может ли такой человек быть на стороне правды? Можно ли верить человеку, который укрывается под маской и якобы говорит правду, боясь за последствия своей лжи? Тамаев не имеет отношения к конфликту между Министерством правды и Литвиным. Однако на канале Министерства правды выходило множество роликов, где Тамаев так или иначе упоминался и разоблачался. Автор указывал на скам-проекты, рассказывал про его конфликт с Мелстроем и, конечно, припоминал его связи в Чеченской Республике. Но то, что вопросы про крышу и старших вышли на свет, за это ему, скорее всего, очень сильно прилетит от самих старших. Вообще, все это, конечно, серьезно задело автора канала Министерства правды. В его телеграм-канале появилось множество сообщений, в том числе кружков. Вот такого содержания. Ну что, на меня сейчас, короче, видите, со всех сторон идет давление. Литвин, Равшан там, Асхаб сейчас свой рилс выложил, где якобы там, короче, меня сдианонил. Он говорит, что его вызвали в Грозный, но этого не было. Прошу правоохранительные органы обратить на него внимание. Кто бы мне говорил про то, чтобы на меня обратили правоохранительные органы свое внимание? А ты не хочешь сказать, чтобы они на тебя обратили внимание за рекламу твоей ракетки? Я насчет Чечни еще раз говорю. Я общался с представителями. Я не исключаю того факта, что этот вопрос просто мог быть замят. Вот и все. Ну, сейчас будем, короче, разбираться. Ну что, придется в любом случае отвечать на это в публичном поле, потому что, ну, он перешагнул эту грань. Все пазлы сложились. Здесь тот, кто был за старшего и придавал мне информацию насчет того, что тот будет в Грозном, а он же действительно потом был в Грозном, это, походу, был либо сам Асхаб, либо кто-то от него, кто располагал этой информацией. И через этот диалог, вероятнее всего, он решил сделать такую подставку, а-ля там я его оклеветал, пятое-десятое, и теперь мне нужно, на меня могут правоохранительные органы завести дело. Окей, принято, хорошо. Потом там появились вот такие странные сообщения, которые вы прямо сейчас видите на экране, а после них весьма странное голосовое сообщение и кружок. Ну что, всем привет. Вот я, собственные персоны, без балаклавы, без ничего. Уже все и так все видели, там, даже дальние родственники, которых я не знаю. Я дома, все со мной хорошо. Наверное, все ждут от меня каких-то высказываний. Я сейчас поем хотя бы, соберусь с мыслями, силами и выскажусь на видео по поводу всей ситуации. Спасибо вам за поддержку. Я, клянусь, ну, не ожидал, что все так будут поддерживать. Ребята, я... Для вас, может быть, я хайпажор или еще что-то, но я искренне топил за то, что я делаю. Я искренне, неревностно относился ко всему этому. Спасибо вам за поддержку. Мысли даже не лезут в голову. Тяжело все в кучу собрать. Как-то так. Конечно, многие подметили, что тон сообщений в канале резко сменился. И это не могло не породить множество различных теорий о том, что произошло с автором канала. Например, весьма популярный комментарий на ютубе гласит о том, что ведущий попал в ловушку, выйдя на связь с некоторыми влиятельными людьми, которые якобы хотели поговорить с ним о Тамаеве и разоблачениях на него. По теории подписчиков, именно таким образом личные данные ведущего канала оказались у Тамаева. В итоге в сети появилось видео из квартиры Тамаева, в котором без маски появился ведущий Министерства правды. Парень извиняется и говорит, что конфликт решен. Так, всем добрый день. Нахожусь сейчас у себя дома. Ко мне в гости приехал Астемир. Это ведущий Министерства правды. Он как мужчина приехал ко мне. И как мужчина говорит, кто извинится за свои поступки. Астемир, есть что сказать? Да, всем привет. Я ведущий проекта Министерства правды. В первую очередь, наверное, хотелось бы извиниться перед Чеченской Республикой за то самое видео. Ну и перед Асхабом, само собой. Что, будем меняться. Вот. Я честно, как рад, что ты понял свою ошибку. Приехал ко мне домой в таком дружеском обстановке. Пьем чай. Все нормально, гадай с ними. Да, за кадром никого нет. Да, да, тут никого нет. Все нормально. И впредь, я думаю, такое не будет повторяться. Все. Мы даем по рукам, мы друг друга поняли. Все. Эту ситуацию уже прокомментировала Екатерина Мизулина, заступившись за парня. Цитата. Тамаев задоксил парня и всех его родственников выложил все в открытый доступ. Начал угрожать ему и его семье. А потом вообще заставил блогера приехать к себе домой, записать видео с извинениями и удалить расследование. Кстати, ссылки на расследование были и в наших письмах правоохранительные органы. Совпадение. Мы вроде живем в правовом государстве. Мало того, что скамер не уважает ислам, который запрещает казино и вовлекает детей в азартные игры, так еще и в очередной раз подает дурной пример для молодежи, вызывающий поступок. Нормальные люди идут с иском в суд, если считают информацию недостоверной. Я не считаю, что блогер, который опубликовал расследование, должен был извиняться перед Чеченской республикой. Перед народом Чечни, да и всеми россиянами, давно уже должен извиниться сам скамер Тамаев за все свои позорные и нарушающие закон действия. Сам парень записал несколько кружков, в которых прокомментировал ситуацию и заявил, что сейчас с ним все хорошо и ему ничего не угрожает. Я, конечно, в шоке, что это так срезонировало, в массы так ушло. Ну, я думаю, вы сами все видите, это просто форсится абсолютно везде. Никогда бы не подумал, что я в каких-то таких моментах буду мелькать, скажем так. Так, я с вами в любом случае на связи. Я искренне хочу еще раз сказать всем вам огромное спасибо за теплые слова, чуть ли не до слез, потому что я не рассчитывал на такую поддержку от слова совсем. Дайте мне просто чуть-чуть подумать, что делать дальше и как мне быть, какой вектор взять. Вот. Думаю, запишу видео, как отойду. Ну, что у меня внутри и так далее. И вы сами уже скажете, видите вы меня в этом амплуа дальше или нет. Вот как-то так. На суд общественности отдаю момент этот. Сейчас наступил непростой период в моей жизни. Период, когда почва просто ушла из-под ног. Я сделал все, что было в моих силах. Правда, я буквально жил тем, о чем говорил, и попался по самое не хочу, одержимый своими целями. Даже некоторые мои оппоненты из прошлых видео не стали пользоваться моей слабостью, что тоже стало неожиданностью. Видео сделаю для вас в ближайшее время. Сейчас чуть эмоции пройдут. А там уже пусть масса сама рассудит, есть мне место на этой площадке или нет. Также блогер залетел на стрим к Рындычу и ответил на его вопросы по произошедшему. У меня другого выбора просто не было в этой ситуации. И все. Я никому не желаю в такие ситуации встревать, попадать. Но просто, знаешь, у меня многие начинают там смеяться. Ну, поддержки больше, поддержки больше. Но многие начинают говорить то, что вот ты продался. И им такое пишут. Ты там дал заднюю. Не, ну это отдельные комментарии. Я считаю, ну не нужно на них внимание обращать. Они всегда будут, всегда есть. А сейчас эта тема, ну, имеет большой резонанс. И ты понимаешь, что на тебя сейчас, ну, за тобой сейчас следит большое количество аудитория Асхаба, которая в курсе и которым, грубо говоря, ракетку на эту, на все остальные его косяки. Так или иначе, ситуация вырисовывается серьезная. Поэтому мы будем ждать продолжения всего этого конфликта. Кай Энджел и Найн Майс хотят записать фит с Лил Яти. В своем телеграм-канале Майс похвастался тем, что благодаря поддержке слушателей с ним и Кай Энджелом связался известный музыкант и барабанщик Трэвис Баркер. После этого Кай Энджел призвал своих подписчиков проявить такой же актив, но уже в сторону Лил Яти. Кстати, эти двое продолжают тизерить свой грядущий альбом Heavy Metal 2 новым сниппетом. За основу видеоряда рэперы взяли видео, которое появилось сегодня на Ютубе, где их на протяжении трех минут сталкерят возле дома. Глюкоза сорвала концерт в Красноярске. В сети появились видео с недавнего выступления артистки в честь Дня Металлурга в Красноярске. Со слов зрителей, девушка шаталась по сцене, пела под фонограмму и постоянно трогала себя за интимные места. Комментаторы уверены, что девушка находится на видео под веществами. Отметим, что по этому поводу довольно быстро появилась реакция от Екатерины Мизулиной. Глава Лиги Безопасного Интернета предложила в дальнейшем проверять артистку на вещества. Однако за глюкозу заступилась Хафманито. По мнению Анны, то, что произошло с глюкозой, может произойти со многими. А вот музыкальный продюсер Максим Фадеев заявил, что Наталья Ионова не имеет никакого отношения к созданной им группе Глюкоза. И в ближайшее время он планирует подать иск с целью запретить ей петь его песни и выступать под псевдонимом Глюкоза. На этом у нас все. Какая новость впечатлила вас больше всего? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!